Поэтому мы просим Аллаху, чтобы в эти времена, испытания, как верующий человек должен себя вести. Аллах говорит, Поистине для вас, в посланнике Аллаха, прекрасный пример. Субханаллах, опять же, работа в мечети, когда с одним встречаешься, с обратным другим и так далее, все в таком негативе, у всех грусть на лице. И каждый второй свою версию какую-то рассказывает. Каждый сидит в телефоне, смотрит в инстаграме и так далее, тем в этот момент его время в этой жизни Дуне проходит. И с каждым часом человек приближается к Аллаху, к Ахирату, к своему Аджалю, к своей могиле. Поэтому как верующий человек должен себя вести, как он должен заполнять свое время? Ведь мы говорим, мы из умы пророка Мухаммада, мы последователи послания к Аллаху. И когда мы бываем, смотрим на того ученого, когда видим, такой-то, такой-то человек достиг таких знаний, у него такие знания, и говорим, если бы у меня тоже были бы такие знания, как у него, если бы я имел такие знания, как такой-то шейх, как такой-то шейх, но если посмотреть на их жизнь, уважаемые братья, то эти люди, Субханаллах, при любой ситуации, в любых ситуациях, они погружались именно в требования знания, и они просто так не проживали свою жизнь. А именно занимались тем, что принесет им пользу в фиддунея и аль-Ахира. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, обращался к своей уме, к нам с вами, и сказал то, что в моей уме люди мало будут жить, их именно срок в этой жизни мало. И в этой уме у людей именно меньше они будут проживать, чем те люди, которые жили до пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Если мы читаем Кур'ан, видим то, что Нуха, алейхи вассалям, 950 лет только призывал, дауатом занимался, жил еще больше. Даже говорится, что одна из женщин во время Нуха, алейхи вассалям, плакала, когда ее ребенок умер. И спросили ее, за кого ты плачешь, почему ты плачешь? Я плачу за своего ребенка. Сколько ему было лет? 300 лет ему было, она сказала. То есть они долго были, долгожителями. Ну и в нашей уме пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал То есть в моей уме люди будут жить между 60 и 70 лет. И мало-мало очень, кто больше этого проживет, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям. То есть если до 60-70 лет прожил, вот это примерно срок каждого человека из умы пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Кто до 80-90 лет дожил, мало их было. Если раньше посмотреть, наши дедушки дольше жили, 90 лет, 100 лет. У нас брат один, есть шейх Мухаммад, у него дедушка до 120 лет, если не ошибаюсь, до этого возраста дожил. То есть в последнее время, перед судным днем, мало будут жить люди. Поэтому каждый человек должен именно свое время, ценное, которое Аллах дал, провести его с пользой. С той пользой, которая принесла пользу в этой дуне, в этой дуне, в этой ахире. И Аллах в Куране приводит сожаление тех или их народов в судный день. Каждый будет сожалеть, кто-то будет радоваться. О чем они будут сожалеть, говорит Субханам Ва Тааля? Я лейтани каддамту ли хаяти. Будет говорить человек, если бы мне вернуться еще в жизнь. Если бы я заново вернулся в дунью, в ахирате, в судный день, будет он сожалеть. Для чего? Чтобы построить свою жизнь прекрасной, которая будет в вечности в ахирате. Продолжение следует...